Мы тут подумали, что неплохо было бы поговорить о новых словах, которые появились в английском языке где-то примерно за 2018 год. Какие-то из этих слов вы могли слышать и ранее, но они приобрели новый смысл. А какие-то слова просто склеили из уже известных нам. Меня зовут Настя, это канал Puzzle English Live. Давайте начнем! И давайте начнем со слова nomophobia. И как вы могли догадаться по слову phobia, это какой-то страх. А именно, страх остаться без телефона или не иметь возможность его использовать. Ну, например, выйти в интернет, написать сообщение или позвонить. Nomophobia это сочетание таких слов, как No mobile phone phobia. То есть, страх отсутствия вашего мобильного телефона. Ну что, признавайтесь, испытывали ли вы когда-то чувство страха, неуверенности, когда рядом с вами не было вашего миленького и хорошего мобильного телефончика? All right, if seeing your phone battery dwindling down to empty gives you angst, you may need to see a doctor. ABC 7 News anchor Jessica Castro explains why you could have a case of nomophobia. Plugging. Знание этого слова пригодится вам, если вы собрались на пробежку, да не на простую. Plugging. Это когда вы взяли мусорный пакет, отправились в ближайший парк на пробежку, ну и заодно собрали там мусор, который попался вам на пути. Plugging. Это сочетание скандинавского выражения подбирать что-то, похоже на пикап, не правда ли? И английского jogging, пробежка. А что же такое techlash? Это сочетание всем известного слова technology, технология и backlash, мощная негативная реакция группы людей. Наверное, все понимают, что развитие технологий не всегда идет на пользу. Например, дети меньше читают, а годовалый младенец, не умея разговаривать, может уже уметь пользоваться, например, айпадом. Techlash. Это негативная реакция на растущее влияние технологических компаний. Вы ведь знаете правила наркодилеров? Никогда не употреблять свой товар. Так вот, многие люди, которые работают в силиконовой долине, не разрешают своим детям использовать айфоны, айпады, макбуки. Короче говоря, они не разрешают своим детям пользоваться гаджетами и вместо этого покупают им книги. Многие пользователи соцсетей заметили, как в последнее время слово токсичный приобрело просто небывалую популярность. В обычном смысле toxic это ядовитый. Но в последнее время слово toxic приобрело и другое значение, такое как неприятный, разрушительный. И так часто теперь стали говорить о людях, об отношениях, о ситуациях. The topic that I want to be talking about today is basically getting over a relationship, like finding the courage to leave a relationship, finding, you know, your self-worth, learning your self-worth and just getting rid of any toxic relationship. И следующее слово по списку это orbiting. Но это не про жвачку орбит. Orbiting это двигаться по орбите, держаться поблизости. И, короче говоря, это такая штука, которая бывает, случается у пользователей соцсетей. Вы с кем-то прекратили отношения, например, расстались с парнем или с девушкой. Но этот человек продолжает писать вам комментарии, ставить лайки и всем своим видом показывать, что он как бы еще здесь. Я здесь. Помнишь меня? Я поблизости. То есть он как бы держится еще поблизости и двигается где-то по твоей орбите. Все вы знаете, что сейчас авиаперелеты стали более доступными, чем раньше. Потому что появилась такая замечательнейшая вещь, как лоукостеры. Это дешевые авиаперевозчики. А еще Airbnb, Couchsurfing, то есть тебе не обязательно бронировать номер в отеле, это еще дешевле. Так вот, туристов в некоторых местах стало так много, что от них уже нет никакого спасения. И этому явлению даже дали название. По-русски это будет звучать как-то вроде перетуризм. Это когда вы приезжаете в какое-то место, а туристов там так много, что вы ничего не понимаете, не воспринимаете. Не можете никуда пойти, везде толпа, везде они сидят. Они уже все заняли, все места в кафе. Ну вы-то хотя бы сюда тоже только приехали, но представляете, как себя чувствуют местные жители. И добавим сюда еще два новых слова, это Антитуризм и Боязнь туризма. Все дошло до того, что в некоторых странах стали вводить ограничения и штрафы. И еще пара слов об экологии. Запомните новое слово Значит, это полное уничтожение природной среды или нанесение ей очень серьезного урона. Экоусайд это сочетание слов экология и дженосайд, геноцид, преступление. Получается, что экоусайд это преступление против природы. И на сладенькое Давайте разберемся, при чем здесь пирог. В период обсуждения выхода Великобритании из Евросоюза и появился этот термин. Потому что Великобритания не могла сохранить все преимущества члена ЕС и одновременно получить свободу. А ведь так хотелось. Кейкизм значит, что вы хотите воспользоваться сразу двумя несовместимыми вариантами одновременно. И все это пошло от пословицы И значит это, что у тебя не будет пирога, если ты его съешь. На этой сладенькой ноте наш выпуск подошел к концу. Если вы хотите узнать еще больше всего из мира английского обязательно переходите по ссылке на сайт Puzzle English регистрируйтесь, изучайте сайт узнавайте еще больше всего из мира английского. Обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях какое из этих слов, ну, просто больше всего у вас поразило. А с вами была Настя, канал Puzzle English Live. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok